Здравия всем! Вы на канале Марка Елена Дерегите. Друзья, не дорисовала я вот так. У нас сегодня 25 мая. Раннее утро, можно сказать, или ночь на дворе. Что хочу сказать про камин. Поменяли мы вот эти панели, потому что у меня несколько раз срывалась с руки дровина. Она тяжелая и разбила. Ему уже больше 10 лет, этому камину, вот в таком состоянии, когда мы его покупали не новым, но меняли вот это. Время от времени это меняется. Вот эти вот панели, друзья. Приходила к нам трубочиста. Она почистила нам трубу, залазила на крышу. Говорит, ой, вы панели соляры, как сказать на русском сейчас. Солнечные батареи поставили. А мне будет неудобно. Ну, ничего, почистила. Зачистила шкуркой. Марка мне сказала, блин, пальцами теперь трогаю. Шкуркой зачистила, обезжирила. Завтра мы взбрызнем красочкой. Краску купили черная, шварц, матовая. Я думала, что можно просто купить для металла, там, автомобильную, какой-нибудь баллончик. А Марка говорит, нет. Нужно специально для камина брать. Видите, здесь написано плюс, плюс 500 градусов. То есть, чтобы выдерживало температурный режим. И завтра я вам, завтра утром я уже встану, когда все это сделаем, я покажу, как мы сделали. И да расскажу про трубочиста нашу. В общем-то, как они там учатся, сколько мы платим им. Ну и, соответственно, продолжу. Так, друзья, ну, вот такое вот у нас. Видите, вообще, как новенький. Как новенький камин. Но все равно что-то там сыпется сверху. Но это всегда. Можно, конечно, свечи сюда поставить, но они потом будут грязные. Камин готов к употреблению. Почистили, покрасили. Марка говорит, давай еще вот здесь покрасим. Я говорю, нет, не надо. Наша задача не сделать его новым. Наша задача, чтобы он не был облупленным. Здесь нормально. Весуту. То есть, такой уже бывшего потребления. Друзья, сегодня сорвала пять клубничек. Таких прям хорошеньких. Ну, вот еще завтра будет. Благодарю Тому из Германии. Давайте посмотрим, что Марк у нас сегодня делал. Говорю по поводу Марка. Вот, смотрите, плитку вот такого большого размера. 24 на 48. Нет, 60 на 120. 60 на 120. Это в сантиметрах. Будем укладывать здесь. Тут у нас, конечно, такая вот рабочая атмосфера. Дожди, конечно. Смотрите, что Марка сделал. Вот, вот так вот он. Вот такую дигу он сделал, чтобы вода сюда не поступала, чтобы просохла здесь. Можно было плитку улаживать. укладывать. Пылесос. Друзья, пылесосу три дня от роду из магазина. Вот в каком он, видите, состоянии. Вот так Марка им. Блин! Три дня от роду. Это я не видела. Это я не видела. Ну, придёт домой, получит. Я даже не представляю, как так можно. Вот он воду вот отсюда пылесосом сегодня собирал. Я видела. Ой, птички поют. Друзья, красота, красотища. Вот так у нас Сивана под облаком. Красота! Всё зелено. Тепла? Нормально. 20 градусов тепла. Меня всё устраивает. Лучше не жара, а вот такая вот температура. Прекрасная. Не жарко, не холодно, но трава, конечно, прёт. Я, вы знаете, наверное, ошиблась. Это, наверное, хоста. А говорила, что это каула. Потому что каула, наверное, вот здесь была. Но она в этом году не зашла. Посадила ещё сюда зелень. И здесь вот в уголочки посадила я кусточек. Так что, как-то так. По поводу трубочиста. Учатся. Ну, как у нас в училище. То есть, как Марк объяснил, там, что я его спрашивала. Расскажи, как учатся на трубочиста. Он говорит, Четыре дня работают, практикуют. Вот она труба. И она так увидела солнечные батареи. Конечно, напугалась, что там она не пройдёт. Вот по этой лестнице она забралась. Потом здесь она тоже забралась. и чистила дымоход. Учатся они три года. Четыре дня практикуют. Один день у них теория. Они ещё учат не просто, как почистить трубу, а как отремонтировать. Потому что не у всех, допустим, дровяные печи есть. Есть и газовые котлы, есть масляные. И на чём? На дизеле. Дизель там какой-то специальный. Вот. Поэтому им это всё нужно знать. Всё это уметь отремонтировать и почистить. Работала она полчаса. Обычно так она и делает. Я её практически всегда, когда я дома, я её кофем угощаю. Вот. И получается, что вот она залезла. Сперва она накрывает камин весь. Камин одеялком накрыла. У неё такое байковое одеяло. Она с собой возит. И возит с собой большую лестницу. То есть вот, когда у нас здесь вот, допустим, лестницы не было, она ставила лестницу вот сюда, забиралась сюда, и эту лестницу на крыше легкового автомобиля возит. То есть она сама без помощи кого-то эту лестницу раздвигает, на крышу залазит. Я такая думаю, блин, она такая тяжёлая, эта лестница. Даже если она с алюминия, то она тяжёлая. И, в общем-то, сама как человек, ну, такой добрый, отзывчивый, ничего не против. Кстати, сколько стоит чистка камина? Раз в год его чистят, вот как вот она это делает. У неё такой, типа, муштук, не муштук, как вот муштук чистят, да? Такой ёршик, как унитаз чистят, только большой, с длинной ручкой, которая выдвижная. И она, вот это всё проходит, внутрь там всё это. И у неё специальный пылесос, который вот по мощности, всё, вон это всё, она высасывает, и всё, и пошла. То есть 30 минут работы, 80 франков это стоит. Дорого или дёшево, я не могу сказать, как в других странах, да? Мы, вот у нас была дровяная печь, да, на угле. то есть мы её дровами разжигали, потом уголь засыпали. И, в общем-то, печь какая была. Потому что там вот этот дымоход, его можно было внутри. Всё это сыпалось и вычищать. Здесь оно всё сыпется потихонечку. И я видела один раз, видела один раз, как загорелась вот такая вот труба. У Таечки мы сидели на балконе, не на балконе, а это была зима, даже не зима, а осень. Осень, вечер. Наверное, мы сидели всё-таки на балконе. И у соседей, родственников, мужа её, загорелась труба. Прям вот огонь в трубе. Мы давай быстренько звонить им на телефон, потому что у неё был телефон соседский. Они же и родственники. И получилось так, что дозвонились и сказали, что у них горит. Они не знали об этом. то есть зажгли и где-то сидели, смотрели телевизор и даже не думали, что там у них что-то загорится. Ой, ну что, на днях должны окно привести, окно и дверь. Пока вот так. Что ещё сказать вам по поводу профессии, да? То, что нужно, конечно, знать. И тогда будет легко. То есть ответственность за вами, что вы пригласили этого человека раз в год, чтобы вам почистил. Если вы не почистили, то может вот так возгорание произойти. И если вы спите, то может и угореть. Смотрите, какое у нас тут изменение. Вот у нас какое изменение. Вот такой вот простенок раз, простенок два. Но он ещё не полностью. Вот он нарисовал, да? Я сегодня ему тут ногой поддерживала. Он говорит, иди отсюда, я без тебя всё это знаю. Почему мне приходишь тут указываешь Путина? Я говорю, ну да, ты без меня никак. Ой, спрашиваю, это зачем? Вот такие вот плиты какие-то, бетон, не бетон, непонятно из чего сделаны, но тяжёлый. Он сказал, что это в душевую, чтобы сырость грибок не проходил. Чтобы сырость грибок не проходил. Это для душевой. И вот такие, это для всего дома. Здесь, конечно, это вот вы мало видите. Это каменная вата. Будет, оказывается, по всему дому ещё идти. А потом только будет деревом обшиваться. Ну, вроде всё сказала. Поэтому, когда она крышочек нам даёт, то, что мы заплатили, то, что она почистила, мы с себя ответственность сняли, и ответственность уже лежит на ней, как говорится, хорошо ли она сделала. Здесь у нас накрыт, знаете, что? Песочек. Песок здесь такого белого нету, серый песок, мне кажется, прямо из камня сделанный. Ну, как бы сделанный, да? Где-то они его роют, такой песок серый. Вот он, смотрите, он здесь немножко как бы с цементом, но всё равно это не белый песок. Белого песка здесь нет. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вообще ставить лайки надо, наверное, говорить изначально, чтобы это было интересно. интересно. Ну, а с другой стороны, люди иногда смотрят, забывают, что нужно ещё и, как говорится, посалютовать и комплименты написать. Вот. Работы идут. Потихонечку, никто никого не гонит. Да, вот, Марка бросил тряпку и она тут валяется. Я помню, я ему дарила майку и трусы, ещё когда мы были неженаты. Ой, Господи, всё. И так она долго ему прослужила, вот что значит качество, да, потому что в хорошем магазине покупала задорого. И я бы сказала, на ней нет ни одной дырочки. Она, видно, ему стало тесное и он вот так вот всё на тряпки бросил. Ну, что сделать? Вот он у меня такой. Говорят же, что нет идеальных людей, да, просто нужно их воспринимать такими, какими они есть. Ну, вот я его так и воспринимаю. Такой, какой он есть. Такая у нас погода. 20 градусов тепла. Друзья, не холодно, не жарко. Просто кайф ловлю. Вот, ловлю прям вот на ходу. Не говорят о том, что будет жарко, не говорят, слава тебе, Господи, но как-то и не могу сказать, что прям вот холодно, да, совсем не могу сказать. Я кайфую, я кайфую. Всем хорошего настроения, благ, мирного неба над головой. Ну, воины всегда идут. я вот хожу по гаражу и думку гоняю, да, чтобы вам ещё показать. И показать больше нечего. Просто нечего. Ну, то, что есть. И на том спасибо. Вот сказала, что в огороде Марка хотела выдернуть. я говорю, не выдёргивай, пригодится. И вот я их пересадила в горшочки. Они тень любят. Здесь вот виноград. Его просто нужно вовремя отрезать, вовремя за ним следить. А так люди, допустим, выйдут посидеть, кто будет снимать квартиру за столик. А тут не просто стена, а стена в зелени. И это приятно. И это приятно. Вот она каменная роза уже в цвету. Представляете? Всем пока! Субтитры Субтитры Субтитры